ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шем, благословенно имя Господне! Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Синтия Марджери, я так счастлив, что мы вместе несем Евангелие всему миру с помощью этой программы. Это по-настоящему прекрасный день для нового откровения. Сегодняшнее послание полностью посвящено крови Иисуса. Если мы не понимаем Ветхий Завет, не понимаем значения Скинии и Божьих откровений, того, как Он устроил путь, по которому мы можем выйти из тьмы и грехов этого мира в Его атмосферу, если мы не понимаем перспективу Ветхого Завета и наставлений, которые Бог дал еврейскому народу, тогда мы в полной мере не поймем Иисуса и причины Его рождения на земле и смерти на кресте. Все верно, дорогая. Я, как твой муж, могу сказать о тебе, что ты действительно веришь в силу крови, во многом благодаря твоей духовной войне в первую очередь. Да. Ты противостоишь силам тьмы, призывая кровь Иешуа. Да, да. Возлюбленные. Это послание необычайно важно. Оно поможет вам понять, что Ветхие и Новые Заветы подходят друг другу, как рука и перчатка. Сегодня мы будем говорить о крови Иисуса, о том, что мы побеждаем словом своего свидетельства и кровью Агнца. Баруха Шэм, благословенно имя Господне. Я с радостью продолжаю сегодня третий сезон серии «Как Иисус совершает библейский иудаизм». Мы показываем, что Ветхие и Новые Заветы, Тора, Танах, книги Ветхого Завета соответствуют книгам Нового Завета, как рука и перчатка. В этом сезоне мы фокусировались на плане спасения. Мы изучали, как получали спасение евреи, как Авраам вступил в отношения с Богом, и сравниваем это с тем, как люди спасаются и вступают в отношения с Богом в Новом Завете. В этом учении мы видим, что еврейский народ, начиная с Авраама, праотца всех евреев, вступил в отношения с Богом, во-первых, благодаря избранности. Бог сам избрал Авраама, Бог избрал Израиль. Благодаря этому избранию Бог вселил в них веру, и эта вера привела их к отношениям с Ашемом, Богом-Творцом. Мы обнаружили, что в Новом Завете все точно так же. В послании к Ефиесе на 2 главе 8 стихе говорится, что «благодатью мы спасены». А что такое благодать? Это суверенное избрание Богом его народа. Благодатью мы спасены. Иисус сказал, «Не вы меня избрали, но Я вас избрал». Благодатью мы спасены через веру. Мы спасаемся по своей вере. Бог избирает своих людей, а затем наделяет их верой. Он сделал это в жизни Авраама. Он делал это в жизни еврейского народа и делает это сегодня. Не хочу повторяться, поскольку я уже подробно об этом рассказывал. А вы можете посмотреть все предыдущие эпизоды. Теперь мы продолжаем обсуждать план спасения. Он начинается с выбора Бога и продолжается благодаря вере. Мы переходим к следующей части этого плана — примирительному, жертвенному искуплению. Это значит, что мы спасаемся, когда кто-то невинный умирает вместо виновного. Когда невиновный предается смерти вместо виновного, пролитая кровь невиновного показывает, что жертва принесена. Тогда Бог считает виновного свободным, поскольку невиновный умер вместо Небо и искупил наказание. Одно из самых фундаментальных мест Писания во всем Слове Божьем находится в Торе. Это 17 глава книги Левитт, 11 стих. Вот что сказано в Писании. «Потому что душа — тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Когда мы изучаем еврейские писания, когда изучаем Тору, мы видим, что еврейский народ мог предстоять перед Ашемом, Всевышним Богом, продолжать отношения с ним или вступать в эти отношения благодаря жертве крови. Писание говорит, что без пролития крови не бывает прощения грехов. Давайте поразмышляем. Рассмотрим путь еврейского народа и сопоставим его с Новым Заветом. Евреи жили в Египте. Бог любил их. Но там они были рабами. К примеру, мы читаем в Писаниях такие слова. «Скажите всему обществу Израилевому. В десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца». А теперь пятый стих. «Агнец у вас должен быть без порока». И седьмой стих. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Только вдумайтесь, в эту Пасху евреи стали одним народом. Пока они жили в Египте, они не знали Бога. У евреев не было откровения о Боге, пока они были в Египте. Им еще не были даны десять заповедей Тора. Народ не знал Бога. Однако Бог призвал Моисея, когда тот увидел среди пустыни горящий куст. Бог поднял Моисея и использовал его, чтобы вывести народ из Египта. Еврейский народ был сверхъестественно освобожден Яхве, Богом Израиля, от рабства в Египте. Бог вывел народ, разделив Красное море, даровал людям свободу и затем явил им себя. Но прежде чем он их освободил, он дал им несколько указаний. Он велел им кое-что сделать. Он сказал, «Я хочу, чтобы каждая еврейская семья взяла по ягненку. Ягненку без пороков». Отсутствие пороков указывает нам на принцип, о котором я говорил ранее, когда озвучил технический термин «заместительное жертвенное искупление». Оно подразумевает смерть кого-то невиновного вместо виновного. Чуть раньше я озвучил термин «примирительное искупление». Итак, ягненок без пороков. Отсутствие каких-либо пороков — это символ его невиновности. У него не было никаких дефектов, то есть никаких моральных недостатков. Опять же, это лишь прообраз и тень грядущего. Евреи брали ягненка без пороков. Помните момент, когда Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение? Иоанн Креститель, которого на иврите зовут Яханан, погружающий, указал на Иисуса и сказал о нем следующее. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Почему Иоанн Креститель назвал его Агнцем? Возможно, вы об этом не думали. Кто-то из вас, вероятно, думал, что Иоанн назвал его Агнцем, потому что Иисус был ни в чем не виновен, не причинял никому вреда и был очень добрым, возлюбленный. Когда Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божиим, он напомнил о Пасхе. Он напомнил нам о жертве, благодаря которой еврейский народ смог выйти из Египта. В Ветхом Завете Игненок был лишь пророческим символом. Позднее Иисус стал настоящим Агнцем Божиим, единственным, чья кровь смогла спасти людей от их грехов и сил тьмы. Опять же, мы говорим о том, что план спасения Ветхом Завете повторяется в Новом Завете. Иисус исполняет его всецело. Другими словами, план спасения осуществлялся в Ветхом Завете в своей предварительной символической форме. В Новом Завете он совершился во Христе Иисусе, Мессии Иешуа, который исполнил и воплотил этот план. Итак, мы говорим о плане спасения. Это благодать и вера. Теперь мы говорим об искуплении. О жертве крови. Еврейский народ был вызволен из рабства после того, как непорочный ягненок был предан смерти. Евреи брали кровь ягненка и помазывали ею косяки и перекладины своих домов. Когда над Египтом совершался Божий суд, мы знаем, что каждый дом, который был помазан кровью, и люди, которые в нем находились, были защищены от этого суда. Суть в том, что план спасения, который описан в Танахе, Ветхом Завете, в точности повторяется в Завете Новом. Благодать, вера и жертва крови. Евреи обрели свободу от рабства благодаря крови невинного Агнца. Иисус любит вас. Очень сильно любит. Он сделает для вас то, что сделал для меня. Он дал мне надежду, смысл и совершенно новое будущее. Вы что-то ощущаете, дорогая моя? Да. О, да. Если вы сейчас что-то ощущаете, то это и есть Бог. Я русская еврейка. Честно говоря, я не знаю, как это описать. Я просто расплакалась. Я была очень тронута. Я принимаю тебя, как своего мессию, Иешуа. Я чувствую его своим сердцем. Вот, молодая девушка, можешь, приди сюда на секундочку? Приди сюда, да. В прошлом году эта девушка приняла Иешуа во время моей проповеди. Год назад я переживала присутствие Господа, присутствие, ну, любовь. Ощущение, ну, вдохновение. Я очень-очень люблю Господа. И хочу, чтобы в моей душе и сердце был только Он. Без Него я просто не представляю своей жизни. И просто не хочу я без Него ничего. Мы продолжаем нашу тему. Бог вывел евреев из Египта, перевел их через Красное море, повел их пустыню, а затем привел к горе Синай. Моисеев зашел на гору, получил божественное откровение, высек десять заповедей на каменных скрижалях и получил много других откровений, которые затем были записаны в Торе. Тора — это пять первых книг Библии, известные нам как Пятикнижие Моисея. Евреи называют их Торой. Так вот, в Торе мы читаем, что Бог назначил для Израиля определенные праздники, святые дни, которые нужно отмечать каждый год. Первый из них — это Шаббат. Кроме него есть много других праздников. Есть день, который еврейский народ считает самым святым праздником из всех, что назначено для них Богом, не считая Шаббата, который отмечается каждую неделю. Самый святой день в календаре из всех Божьих праздников — это Йом-Кипур, День Искупления. Об этом сказано в 16 и 17 главах книги чисел, 23 главе книги Левит и в других местах Писания. День Искупления — Йом-Кипур. Йом означает день, Кипур — жертва, то есть это день жертвы или искупления. Что предписывалось сделать евреям в День Искупления? Они должны были взять кровь целенка и козла. Они закалывали целенка и козла, а затем брали у них кровь и относили ее в самую святую комнату в Скине, а позднее в храме. Скиния была временной постройкой. Она нужна была евреям во время странствия по пустыне. Придя на израильскую землю, они превратили Скинию в постоянную конструкцию, которую назвали храмом. Храм был построен по принципу Скинии. Как в Скинии, так и в храме была дальняя комната, святая святых — самая святая часть Скинии храма. Внутри его, святом святых, самом святом месте на земле, находился ковчег Завета. В ковчеге Завета находились 10 заповедей. На крышке ковчега Завета, который однажды, как вы помните, даже был утерян, было особое место, которое в Новом Завете названо Троном Милости. Согласно Торе, первосвященник должен был делать следующее. Каждый год он должен был приносить кровь целенкой козла и окроплять крышку ковчега Завета и его верхнюю часть под названием Трон Милости. Когда священник окроплял кровью крышку ковчега Завета и Трон Милости, Господь закрывал глаза на грехи еврейского народа в прошедшем году. В книге Левит, 17 главе, 11 стихе сказано, «Душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сият душу очищает. Именно благодаря крови совершается искупление». Господь произнес эти слова, подразумевая Йом-Кипур. Отмечая Йом-Кипур каждый год, евреи празднуют прощение своих грехов. Как прощаются их грехи? Благодаря крови целенкой козла. Повторю, что грехи были прощены благодаря жертве крови. Вы должны знать, что после того, как храм был разрушен римлянами в 70-м году, евреи больше не могли приносить жертвы крови, потому что единственным местом, установленным для таких жертвоприношений, был храм. В 70-м году нашей эры пришли римляне. Они разрушили и Иерусалим, и иерусалимский храм. Все остановилось. Без храма жертву принести невозможно. Нельзя просто принести жертву крови во дворе своего дома. Это делал только священник в храме. Когда храма не стало, не стало и жертвы. Священники рассеялись. Сегодня иудаизм без храма. Без храма, значит, и без жертвоприношений. Без храма и жертвоприношений нет нужды в священстве. Священников тоже не стало. Сегодня евреи больше не празднуют Йонг-Кипур, День Искупления, так, как предписывает Библия. Они не могут, поскольку у них нет ни храма, ни священства. Вместо этого они постятся и ходят в синагогу. Поститься полезно, и литургия тоже приносит пользу. Но Тора учит, что израилитяне получали прощение благодаря вовсе не посту, а литургии или своим молитвам. Единственный способ обрести прощение — это жертва крови, когда кто-то невиновный умирал вместо народа, когда проливалась чья-то кровь. Когда Бог видел невинную кровь, пролитую вместо крови виновного еврейского народа, он прощал грехи евреев за прошедший год. Конечно же, такую жертву крови было необходимо приносить каждый год. В послании евреям в Новом Завете сказано, почему. В послании говорится, что кровь тельцов и козлов не могла полностью очистить от греха. Это был лишь прообраз подлинной жертвы. Сам Иешуа, Бог пришел к людям, тоже облегшись в плоть, а затем умер на кресте, пролив свою кровь за человечество, чтобы каждый, кто придет к нему, был покрыт этой кровью, был прощен и спасен от своих грехов. Все те жертвы, которые приносились каждый год за еврейский народ в Йом-Кипур, не давали полного прощения грехов. Они лишь на время покрывали грехи. Эти жертвы были лишь прообразом Иешуа, который должен был прийти. Приведу в пример кредитную карту. Вы идете в продуктовый магазин, чтобы что-нибудь там приобрести. Вы даете продавцу в качестве оплаты кредитную карту. Принимая эту карту, продавец знает, что вскоре поступит реальный платеж. Сама кредитная карта не имеет ценности. Но принимая кредитную карту, продавец знает, что она символизирует поступление реальных денег. Через несколько дней деньги будут перечислены на его банковский счет. Точно так же Господь принимал эти предварительные жертвы в Ветхом Завете, кровь, телят и козлов, зная, что они символизируют подлинную, будущую жертву, которая искупит грех. Бог пришел к людям, умер на кресте и заплатил за наши с вами грехи, пролив свою кровь. Душа человека в крови. Суть в том, возлюбленные, что Иисус совершает библейский иудаизм. Вы видите, что кровь Иисуса совершила все то, что в еврейской Библии было лишь тенью грядущего. Я могу продолжить и привести много других примеров о силе крови, когда, к примеру, еврейский народ принял закон. После того, как Моисей получил на горе Синай закон, он зачитал его перед народом. Весь народ стоял перед пророками, перед Моисеем, когда зачитывался этот закон. Написано, что после того, как народ со всем согласился, Моисей окропил их кровью. Кровь необходима для спасения. Что же главное? Я хочу, чтобы вы запомнили. Сегодня мы живем в мире, где смело провозглашают, что Иисус — единственный путь к Богу, что Он — единственный путь ко спасению. Мы смело возвещаем миру слова Иисуса «Я есть путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы говорим об этом миру, и мир смотрит на нас, как на узкомыслящих невежд, обвиняя нас в ненависти и глупости. Но знайте, возлюбленные, только Иисус пролил свою кровь ради прощения грехов. В религии Нью-Эйдж не было жертвы крови. Мухаммед не проливал свою кровь. Конфуции тоже. Мне не важно, о каких религиях или движениях говорите лично вы. Только Иисус исполнил Тору. Только Иисус принес жертву крови. Только в лице Иешуаха Машеаха невиновный умер вместо виновного, чтобы совершилось искупление. Возлюбленные. Когда я говорю вам об Иисусе, я никогда не сомневаюсь, потому что знаю, что Иисус исполнил Тору. Тора учит, что только через пролитие крови, только когда кто-то невиновный умирает вместо виновного, человек может предстать перед Богом святым, непорочным и безгрешным. Только Иисус решил проблему греха. Ни одна другая религия ее не решила. Поэтому я могу стоять перед миром, перед людьми, которым не нравится мое послание, людьми, которые не верят моему посланию, людьми, которые обвиняют меня в узкомыслии или невежестве. Я даже могу смело стоять, как еврей, перед иудейским миром, в котором такое послание большей частью отвергается. Я полностью уверен, что Иисус — единственный путь, потому что я вижу в Торе, что евреи могут получить прощение в день искупления, только благодаря жертве крови. Я вижу, что они обрели свободу благодаря крови агнца. Я вижу, что жертва крови была неотъемлемой составляющей спасения евреев как народа. Я вижу, возлюбленные, что Божий план искупления полностью исполнился в личности Его Сына, Иешуаха Машеаха. Я хочу спросить вас сегодня, а вы приняли Иисуса в свою жизнь? Только Он может вас спасти. Он не один из путей к Богу. Вы не получите спасения за добрые дела. Иисус — единственный путь. Он сказал, «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Возможно, вы никогда не принимали Его в свою жизнь, как Господа, и никогда не говорили. Иисус, я верю, что только Ты можешь спасти меня. Ты единственный, кто может меня спасти. Я отдаю Тебе свою жизнь. Прости мне мои грехи. Я хочу следовать за Тобой. Помолитесь этой молитвой и скажите, «Иисус, прости меня». Я осознаю, что то, о чем говорит Равин Шнайдер, — истина. Я каюсь в своих грехах и обращаюсь к Тебе. Я хочу следовать за Тобой. Войди в мою жизнь. Прости меня и спаси меня Твоей кровью, смертью и воскресением. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «До обратит Господь лицо Своё на вас, и пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир». В следующем выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса» Равин Кёрт Шнайдер исследует библейскую концепцию о посреднике между Богом и человеком. Равин Кёрт Шнайдер И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Шалом, возлюбленные, я прочту из Евангелия от Марка 12 главы 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи. Но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Курта Шнайдера «Лев и Удин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Завет, и как Иисус совершает иудаизм.